Первая партия вакцины от коронавируса прибудет в Самарскую область 20 августа. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Координации вакцинирования начнутся в ближайшее время. И всё это на фоне снижения заболеваемости вне больничной пневмонией почти на 11%. Выводы сделаны на основании результатов компьютерной томографии, охват которой всё это время остаётся прежним. Что касается свободного коечного фонда для лечения больных коронавирусной инфекцией, то сейчас он составляет более 99%. Проводившие заседания председатель правительства Виктор Кудряшов заявил о необходимости усилить контроль за соблюдением масочного режима. Все сферы бизнеса уже работают, но не везде соблюдаются санитарные нормы. Информацию о грубых нарушениях нужно передавать в Роспотребнадзор и чаще напоминать предпринимателям о том, что за нарушение противоэпидемиологического режима возможны санкции вплоть до приостановки деятельности учреждений до 90 дней. Усиление контроля особенно важно в тех муниципалитетах, где число заражённых превышает средние показатели по региону. Попрошу к следующему понедельнику подготовиться. Это вот главный Новокурбышевска, Ставропольского района, Самарова, Сызринь и Соклинский районы, где заболеваемость выше среднеобластного уровня. И, конечно, надо продолжать контроль за объектами потребительского рынка. Значит, сегодня практически все сферы бизнеса открыты, все работают, но не везде. Например, в кафе, ресторанах у нас официанты работают в масках и в перчатках. В целом участники встречи отметили, что показатели второго этапа снятия уравновешены. Для перехода на следующий этап необходимо, чтобы ситуация оставалась стабильной на протяжении пяти дней. Виктория Шарая, События.